В феврале 1849 года в Екатеринославе был основан первый в Южном крае историко-археологический музей. Первая экспозиция, собранная из экспонатов, предоставленных музею местными коллекционерами, располагалась в помещении Потёмкинского дворца. В августе 1905 года специально для музея было построено здание, в котором он располагается и сейчас. История Днепропетровского исторического музея тесно связана с именем Дмитрия Яворницкого, который руководил им в течение 30 лет. 2 февраля 1784 года был выдан указ российской императрицы Екатерины II о перенесении города Екатеринослава на правый берег Днепра. Губернскому городу под названием Екатеринослав быть по лучшей удобности на правой стороне реки Днепра у Кайдака. Город планировалось перенести с левого берега Днепра, где он был основан за 8 лет до настоящего указа, на месте впадения реки Кельчинь в Самару. Место в низине, ежегодно страдающее от весенних паводков, было признано непригодным для губернского центра. 7 февраля 1920 года в Екатеринославе на углу проспекта и улицы Первозвановской состоялся первый коммунистический субботник. Этот праздник свободного труда был организован Екатеринославским губернским комитетом Компартии Украины. В благоустройстве проспекта приняли участие 700 комсомольцев и коммунистов Брянского завода, завода Шадуар и других предприятий города. 23 февраля 1745 года родился российский архитектор Иван Егорович Старов, автор проекта Потемкинского дворца. Выпускник, а позже преподаватель Петербургской академии искусств, Иван Старов является одним из основателей российского классицизма. Под его руководством в Санкт-Петербурге был возведен Казанский собор и жемчужина мирового архитектурного искусства Таврический дворец. С 1770 года архитектор выполнял личные задания Григория Потемкина. По некоторым сведениям, Иван Старов является также автором одного из первых планов Екатеринослава и нереализованного проекта Преображенского собора. 25 февраля 1936 года концертом солистки Большого театра СССР народной артистки Ксении Дзержинской открылся первый сезон Днепропетровской областной филармонии. Концерт состоялся в помещении Украинского театра имени Шевченко. Сегодня Днепропетровская областная филармония располагается в здании бывшего театра клуба общественного собрания построенного в 1912 году по проекту архитектора Евгения Гинсбурга, который является памятником архитектуры национального значения.